Здравствуйте, друзья! Вы смотрите Первый городской. Это проект «Один на один». Меня зовут Иван Дучак. И сегодня гость нашей студии, депутат Горсовета от партии «Сила людей» Андрей Немченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы не единожды уже являетесь гостем нашей студии. Спасибо огромное, что приходите. Спасибо, что приглашаете. Вопрос первый. Давайте напомним очень краткую биографию вашу и почему именно «Сила людей», почему именно эта партия? Я житель Кривого Рога, все корни мои криворожские. Решил баллотироваться, в политике не был, был все время даже службовцем. Поэтому партия просто, в общем-то, отвечает моим требованиям. А личное предпочтение, скажем так, какие цели вы лично ставите перед собой в политике? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, хочется расти. Во-вторых, хочется развивать то место, где я живу. Поддерживать людей. Тяжелое время, поэтому я посчитал, что надо идти в политику. В горсовете опыта набираетесь? Ой, да. Да-да-да. К насущим вопросам. Вы достаточно активно ведете свой блог на Фейсбуке. Кстати, не каждый этим занимается. И это, мне кажется, очень правильно и очень, скажем так, по-современному. И одной из важных тем, которые вы обсуждаете, это работа Криворожгаза. С чем обращаются жители города? Какие проблемы? Последнее время мы столкнулись с тем, что постоянно Криворожгаз отключает потребителей. Причем потребители отключают домами, подъездами не за неуплату, а вроде бы как за проведение технического обслуживания. Но, позвольте, при этом настолько жестко нарушаются права потребителя, что мне приходится непосредственно выезжать на территорию. Последняя неделя это просто повально улица Кассиора, дом 3, 4, 28, 30. Еще какой-то, не помню уже, просто отключается подъездами. Причины отключения простые. Вы все знаете о том, что поставщик газа обязан установить бесплатные счетчики. Но для установки бесплатного счетчика, естественно, надо отключить систему, стояк. У нас дома старой постройки, у нас конкретно квартиру не отключишь в конкретных местах. Поэтому отключают, но при этом отключают, есть дома, которые сидели без газа 15 дней, 20 дней. Это при том, что там живут малолетние дети, пожилые люди. Почему так долго? Почему такой долгий процесс? Объясняется это просто тем, что в какие-то квартиры попасть не могут. Но, увы, при этом нарушаются права потребителя. Я обращаю внимание и заявляю, что, дорогие друзья, дорогие телезрители, потребители газовых услуг, в нашем городе газ поставляет Днепропетровская компания. Криворожгаз вам газа не поставляет. А значит, по условиям договора, входить в квартиры не имеет права. Хорошо. Как сделать этот процесс правильным и не таким болезненным для жильцов? Иван, я пытался это сделать. Руководство Криворожгаза на контакт не выходит. Последний раз, когда я был в одном из подразделений Криворожгаза, фактически меня выставили. Только благодаря тому, что я являюсь депутатом этого города, они отнеслись ко мне спокойно. Ну хорошо. Процесс какой должен быть? Правильный процесс? Правильный процесс – это уведомление людей о том, что будут для начала проводиться работы. Нет уведомлений. Все идет в письменном виде. Акты, уведомления – это вся процедура прописана, но эта процедура не выполняется. Результатом, кстати, я хочу сказать, ряд уголовных дел в отношении уже работников Криворожгаза. От кого? От потребителей. Потому что нарушены их права, превышены полномочия. А это уголовная ответственность. В Кривом Роге есть много домов, построенных еще в 50-е. Мы их называем «сталинки». Газовые колонки для нагрева воды там всегда установлены были. Они еще устанавливались при строительстве. Ныне Криворожгаз запрещает такое размещение. Почему это происходит? И почему так активизировались, так сказать, наезды на гаража? Криворожгаз не может запретить. Потому что это было установлено еще в момент строительства. Мы должны сказать, что есть нормы, которые изменились в свое время. И эти нормы не позволяют устанавливать газовый котел в помещении в ванной. Но опять же, я за последние 10 лет, общаясь непосредственно, я не скрываю о том, что я общался с местными властями плотно. Кто меня знает, знает, что мое общение было и с Криворожгазом. Я наблюдаю, как этот процесс не реформируется. Движения нет. Кто его тормозит? Наверное, это даже не одна передача. Разговор не одной передачи. У нас мало времени на сегодня. Заинтересованные лица всегда есть, ведь это деньги. Ведь это деньги, которые хотят получить с потребителя. И я не считаю, что это законное требование. Недавно вы принимали участие в таком круглом столе, где обсуждались вопросы транспортной сети маршруток. Что обсуждалось и к чему пришли? Иван, вот я специально в студию взял, это мой рабочий листок, это проект Дэнни. Значит, хотелось бы отметить следующее, что, например... В чем состоит вопрос? Давайте я в двух словах скажу, что это. Фактически, это круглый стол. Каждый житель Кривого Рога может подать заявку или предложение в отдел транспорта МИСКВИКОНКОМ. Единственное условие, помимо заявки, ваше участие непосредственно на обсуждении. Работники МИСКВИКОНКОМ подготовят вам материал, карту, как вы это видите, план. То есть, чтобы было понятно присутствующим. Кто там присутствует? Перевозчики, присутствуют общественные организации, депутаты, заинтересованные лица. Фактически, это обсуждение, это не принятие решения. О чем там говорит друзья-перевозчики или товарищи-перевозчики? Вот надо это сделать. Перевозчики говорят, мы можем это сделать. Или говорят, нет, мы не можем это сделать по таким-то причинам. Вот, например, яркий... Последний круглый стол о чем был? Значит, первое, обсуждался маршрут 218-й, это Кремлевская в улице Каменска. Перевозчик сначала говорил, что невозможно, ну там действительно сложные проезды, а возят пазиком. Но, в конце концов, мы убедили перевозчика о том, чтобы изменения были. И предложение скачковой ЛС, извините, не знаю имени, отчество, принято. То есть, будет изменен маршрут. Слушайте, правильно я понимаю, что просто физическое лицо обратилось к у нас такой, я не знаю, инициативой, и инициативу приняли? Да. То есть, она еще не принята. Она прошла процесс обсуждения. Обсуждение. Да. Перевозчики согласились, местные власти согласились, общественность согласилась. Все согласны, все нормально. Следующий, 266А, это будет возить от площади освобождения до НКГОКа. Да. Вот, значит, тоже согласились. В чем сейчас, ну в данном случае подымали вопрос, инициаторами стали директора эпицентра и метро. Да, значит, чтобы маршрут, движущийся по вечернему бульвару, проезжал или заезжал на территорию этих магазинов. Значит, это вызвало бурное обсуждение. По одной большой причине, что есть там технические сложности. Вплоть до того, что вспомнили даже о таком 108 маршруте, который непосредственно туда заезжал, но в конце концов перевозчики от него отказались, потому что он был нерентабельным. Вот я думаю, это будет обсуждение. Хотя я высказал идею, что мы должны развивать тот район, но не может он быть пустырем, да, кто знает этот район. Знает, что там есть здания, которые вроде бы недостроены, ну коробки зданий. Тем более, это рядом с большим густонаселенным районом. Это в процессе обсуждения. Зачем еще не хватает этому району? Вы говорите, много пустых зон. Что там еще должно быть? Я высказал идею в плане развития места, понимаете, чтобы мы думали на будущее. Как перевозчики, городские власти, мы общественники, депутаты. То есть, в любом случае, у нас город не страдает наличием пустующих мест, как вы видите. Конечно. Поэтому развитие района, это тоже очень важно. То есть, инфраструктуры. Следующее, мне очень приятно, что до Ингульца никак доезжать не успеваю, хотя и приглашали уже, ну все-таки. Но маршрут 2, который для Ингульца важен, потому что он заезжает на ЖД вокзал. Хотели, чтобы заезжал на ЖД вокзал. Были в этот раз, присутствовали инициативная группа от Ингульца. Это Ирина Голоднова, депутат Ингулецкой районной рады. Люди с Ингульца, они просили перевозчика, чтобы там 400 метров, там закольцованный маршрут, и надо сделать движение в сторону ЖД вокзала. Это 400 метров. 400 туда, 400 обратно, 800 метров. Перевозчик выдвинул условия, это Севертранс, о том, что там действительно дорога в ямах, необходимо сделать, потому что возят они низкопосадочными автобусами. Вот. И плюс рассмотреть вопрос, где там будет это все разворачиваться. Кроме этого, почему так важно? Потому что для Ингульца электричка, это фактически один из самых дешевых способов добраться до города. Ну, до места Ингулец. Андрей, ну вот поговорили вы за этим круглым столом. Дальше что? Действия какие? Действия. Дальше действия. На основании того, что все за МИСКВКОНКОМ принимает решение. А это еще депутатов был? Ну, вы представитель всего людей? Знаете, то есть мне положено, потому что я вхожу еще в комиссию ЖКХ Транспорт-Звязок. То есть это непосредственно я должен курировать этот вопрос. На позапрошлом заседании была Наталья Шишко. По-моему, даже Ирина Туровская была. Она депутат облсовета. Наталья Шишко, это депутат горсовета. В этот раз была Ирина Голоднова. Но она депутат Ингулецкой районной рады. Был я. Я просто думаю, какие еще политические силы были представлены? Были активисты, был Олег Сампир, был Андрей Заславский. Вот основные. Ну, будем надеяться, что даст результат ваш круглый стол. Ну, я очень на это надеюсь. Хорошо. Есть ли вопросы с маршрутными рейсами в центральных районах города? Да, есть. Я просто хочу сказать, эта повестка ДЭННЕ, даже по загруженности, я не смог досидеть до конца этой повестки ДЭННЕ. Там, по-моему, больше, ну, чтобы не соврать, наверное, больше 50 предложений. Они обсуждают, они каждый раз обсуждаются, но можно обсудить, ну, десяток, ну, сомневаюсь, десяток, семь вопросов, восемь вопросов по маршрутам. Но они поступают, поступают, поступают. Ну, вам не кажется, что, ну, на этих круглых столах, ну, особенно, когда физические лица предлагают свои, скажем так, какие-то предложения, но это, ну, оно перед этим с кем-то обсуждается. Ну, вот, например, понимаю, что жители Ингульца хотят, чтобы подъезжала маршрутка на ЖД вокзал. Это еще мне понятно. Но когда представители там эпицентра, либо же люди хотят, чтобы именно к эпицентру подъезжал или к метро эта маршрутка, неужели там короткое расстояние пройти нельзя? Иван, вот поэтому этот вопрос был пока отложен. Потому что, ну, серьезно, там очень много, они собрали подписи, у них есть подписанты под этим вопросом, но там очень много технических вопросов. Хорошо. Еще одной темой ваших постов в соцсетях является тема ОСББ. Что произойдет 1 июля и как создавать правильное ОСББ? Главное, кому вы порекомендуете пока еще остаться с частными ЖД? Иван, я вас поправлю. Да. Значит, я, общаясь с населением, говорю о формах. Это правильно. У нас может быть сейчас на настоящий момент, как бы это ни было продакциально, ну, то есть, у нас 4 формы может быть управления. У нас может быть ЖСК, жилищные кооперативы. У нас могут быть управляющие компании. У нас может быть ОСББ и ОСН, четвертое. Так. Значит, то есть, выбор у людей есть. Что я сейчас наблюдаю? Я действительно проехал много домов. Фактически, я катаюсь уже больше трех месяцев. Наверное, за 50. Я бросил считать просто-напросто. Значит, сейчас после вашего эфира я опять еду на встречу с жителями. Есть ли время для самоорганизации? Есть. Можно ли успеть? Еще 20 дней до 1 числа. Конечно, можно. 1 числа. Закон звучит так. До 1 числа должна зарегистрироваться. То есть, дом должен зарегистрировать свое право управления. Значит, момент регистрации это внесение в реестр. То есть, до 1 числа, если успевают правильно и законно все сделать, внести документы в реестр. Ну, что ж, они определяются. Там большая бюрократия? Абсолютно никакой бюрократии. Пошаговые шаги. Все это есть в сети. Все это есть на моей страничке. Все это есть в земляках с Криворижи. Все это есть фактически... Какую из четырех форм Криворожане выбирать лучше? Иван, я только недавно узнал, 2 дня назад, о том, что вот такая форма ОСН, объединение самоуправления на Селоне, она организовалась наконец-то у нас в городе, это межпланетная, 8, но это один пример. Меня в основном, со мной говорят об ОСББ. ЖСК, как вы понимаете, невозможна та форма. То есть, либо люди останутся на старой форме управления, это управление, когда осуществляет компания, различные наши житловые компании, либо ОСББ, плюс ОСББ, это субъект хозяйствования. Скажите, Иван, вы у себя в квартире хозяин? Надеюсь, да. Да. Вот в данном случае жители города должны понять, что помимо своей квартиры, хозяина в своей квартире, ты должен быть хозяином в своем доме. Иначе, но… Форма не будет работать эта? Да, я ничего не хочу сказать сейчас в отношении… Хотя ОСН тоже прекрасная форма, но единственный пример. Я только сейчас, только после последнего дня, я могу взять людей, поехать и посмотреть, как будет работать дом ОСББ. А смотрели уже, как работает эта форма? ОСН? Да. Нет. ОСББ? ОСББ, ну, постоянно, я могу привести примеры по Заречному, где я являюсь депутатом, это мой округ. Все в городе знают, где находится на Заречном дом 57 и 58. Это одни из первых ОСББ у нас в городе, где видеонаблюдения, где давным-давно забыли об стеклопакетах, они выполнены, где ведется работа по термомодернизации, где стоит уже вопрос о замене, возможно, лифтового хозяйствования, где, например, я встречался с председателем 58-го дома, которая смотрит уже, что у ней перед домом, там кольцо, где разворачиваются маршрутки. И она внесла предложение, сейчас будет это рассматриваться на громадском бюджете по поводу выделения денег для строительства какой-то спортплощадки. То есть, там, где мне рассказывали о Тухачевского 10, я, признаться честно, туда еще не доехал, но я хочу туда действительно попасть, потому что сказали, что вложены средства, передовой дом, я хочу увидеть это все собственными глазами. Очень мало времени у нас осталось, но тем не менее, первый городской конкурс для общественных организаций с призовым фондом в 10 миллионов гривен. Как вы относитесь к этой инициативе и как проходит конкурс? Я очень внимательно слежу за этой программой, эта программа, городской бюджет выделил 10 миллионов гривен, на это мы депутаты, на это выделили 10 миллионов гривен, извините. Но это не единый платеж, эта сумма делится на 200 тысяч, либо на 500 тысяч. Представлены проекты, проекты представляли, опять же, формы управления, а также общественные организации. Проекты различные, их что-то до 100 проектов. Какой результат будет? Большинство из них, 56 штук, это вот именно термомодернизация. Результат, сейчас проходит последняя подготовка к голосованию, потому что проекты должны соответствовать программе. Ну, признаться честно, у нас программа немножко хромает, она первый раз, первый блинком, но я надеюсь, мы почистим это все. Вот, проекты дали устранить недостатки. И я думаю, что на следующей неделе уже будет стоять вопрос о вынесении голосования населением. Что голосует? Население. То есть, либо интернет-голосование, либо голосование, лично можете прийти, заполнить карточку и проголосовать за тот или иной проект. Не мониторили, не было на скорую руку сделанных общественных организаций, которые подготовили? Вы знаете, нет, такие уже, которые устояли. Я не знаю, насколько сейчас моя инициатива будет главным ведущим проекта «Один на один романом Малаком воспринято», но возьму на себя такую смелость. Последний вопрос, у меня будет, знаете, такая новость, которая актуальна, наверное, для всей страны, не только для Кривого Рога. Я просто попрошу вас дать какой-то комментарий, у нас очень мало времени. 12 числа, то есть в воскресенье пройдет, прямо зачитаю, «Марш равенства ЛГБТ». Я спокойно к этому отношусь. Я понимаю, зачем это делается. Я понимаю, зачем, почему это должно происходить. Но если сравнить Европу, Латинскую Америку, Соединенные Штаты и у нас, это все различные показатели. Для Латинской Америки это шоу, для Европы это шоу, для Соединенных Штатов это показания того, что уровень демократии настолько велик, что действительно можем служить примером. Для нас это показатель нашей лояльности, а также, возможно, билет в будущее. То есть, как к нам отнесутся европейцы? В Кривом Роге возможен такой марш? Не знаю. Успехов в работе. Спасибо. Только одно хочу пожелать вам. Друзья, это был проект «Один на один». Меня зовут Иван Дучак, а гостем нашей студии сегодня был депутат Горсовета от партии «Сила людей» Андрей Немченко. Оставайтесь на Первом городском, чтобы ничего не пропустить. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова